Дорогие друзья, коллеги, я прошу прощения, искренне сожалею, что меня нет сегодня в Москве и лично не могу участвовать в дискуссии, но тема, которая сегодня вынесена в повестку дня сегодняшнего заседания, настолько для меня горяча, что я решил высказаться и обратиться к вам с этим обращением. Вот передо мной основы государственной культурной политики, подписанной президентом России. Весь 2014 год мы участвовали в подготовке этого важнейшего документа. По сути, это ведь конституция культуры. Возглавлял работу глава администрации президента Сергей Борисович Иванов. Я помню, как рождался этот текст и широчайшие дискуссии, самый откровенный обмен мнениями, предложения, которые каждому предложению было внимательное отношение, они со всех сторон просматривались. То есть мы в рабочей группе тогда работали, как мне казалось, и кажется, сейчас, и я был убежден в этом, и сейчас убежден, единой командой. Единой командой. И обсудили много вариантов, основ, пока не пришли к согласию, и пока не родился вот этот потрясающий документ, конституция. То есть была работа, нацеленная на будущее. Что происходит теперь? Президент утвердил основы. И позвольте вам напомнить, что он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по культуре, когда представлял вот эти основы. Он сказал следующее. Подготовка текста основ – это важный, но пока первый шаг. Важно теперь не закопаться в бумагах, а то основа, стратегия, и будем с вами вечно писать и писать. Нужно работать реально, в жизнь все это воплощать. Нужно работать и реально, я повторяю, в жизнь все это воплощать. Прошел год после принятия основ. И все, от чего предостерегал президент, как мне кажется, именно сейчас все это происходит, к сожалению. Мы не просто топчемся на месте, но у меня вообще ощущение, что мы даже пятимся назад. Понимая, какие масштабы вообще предстоит решить, и в основах, и в выступлениях президента, прямо говорится. Прямо говорится о создании надведомственной, я очень хочу, чтобы вы внимательно прослушали это. Создание надведомственной, координирующей структуры, способной организовать всю дальнейшую работу при реализации основ государственной культурной политики. Но что вместо этого происходит? Что мы видим? Всю работу, всю работу, включая разработку стратегии государственной культуры и политики, возложили на Министерство культуры, а Минфин, Минэкономразвитие, Минтруд, Минобразование и все другие заинтересованные, я в кавычках ставлю, заинтересованные ведомства, просто устранились от этой работы. При всем моем уважении к Министерству культуры, организовать и возглавить эту работу одному только ведомству, мне кажется, не под силу. Почему они устранились? Ведь сказано организовать надведомственную, координирующую структуру. Поэтому я хочу предложить следующее. Первое. Необходимо выполнить, наконец, выполнить поручение президента и создать, предусмотренную в основах, эту самую надведомственную, координирующую структуру. Не в Министерстве культуры, а при администрации президента Российской Федерации, как это было, когда мы готовили основы. Второе. Основной государственной культурной политики, опять-таки, было предусмотрено создание Российского фонда культурного развития. Прошел год. Российский фонд культурного развития. Мы даже не знаем, создан он, не создан. Как это идет процесс? Кто занимается этим? Что сделано? Что предстоит сделать? Мы давали тогда наши предложения, связанные с созданием фонда, и готовы были участвовать в этой работе. Топчемся на месте. Прошел год. И третье. Нам, Союз театральных деятелей, я думаю, и другим творческим союзам, думаю, небезразлично. И очень важно знать, как будет на практике осуществляться предусмотренные основами, цитата, из основ, делегирование государством части полномочий по управлению сферой культуры общественным институтом. Это написано в основе делегирования государством части полномочий по управлению сферой культуры общественным институтом. Как, когда, в каком объеме планируется передача части функций по регулированию современного художественного цивилизма. Оценка качества профессиональным сообществам, творческими общественными организациями. Почему это важно для нас? Если на творческие союзы, и это очень важно, если на творческие союзы будут возложены функции по регулированию художественного творчества и его качества, то встанет вопрос не только о критериях, но об особой миссии художника, его ответственности перед обществом, то, чего мы все время, то, о чем мы все время говорим. Вот я перечислил вам три момента. Эти достаточно грустные мысли меня посещают, когда вот думаешь об основах государственной культурной политики. Я хотел с вами об этом поделиться. Я больше не буду занимать ваше очень важное время. Я желаю вам плодотворной работы, успешной работы. С уважением. Ваш Александр Калягин. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok